Сегодня пришло письмо не от генералов российских, а от кадыровцев, которые изражаются на фронте в Украине. Немного предыстории. Есть у нас такой чувак, некий потомок имама Кавказа, шейха Мансура. Он сам себя называет таковым. Вот этот человек, и по совместительству он еще занимает должность префекта шейха Мансуровского района города Грозного. То есть, там вот так вот, прямо вот можно сказать 100% северо-кавказцев разворачивают. Кеченцы, дагестанцы, ингуши, просто разворот. Прописка там, внешние данные. Короче, сразу не пускают в Грузию. Это, конечно же, создает огромные риски для нас, потому что другая, ближайшая заграница для нас, это Казахстан. Возьми пример Скафырова, лежа на диване, призывая, говорит Москва. Я, кстати, есть, к сожалению, люди, которые берут с него этот пример и делают эти призывы. Но что-то у меня не получается, я не могу так, я не могу себе это позволить. Я понимаю, что я не рискую ничем, я сижу здесь и в такой ситуации как-то, не знаю, для меня это недопустимо делать такие призывы. Почему мы сегодня критикуем Кадырова за то, что он, призываясь лежа на вот этом золотом диване, он призывает людей гибнуть в Украине. Он говорит, тот, кто, значит, туда не отправляется, тот трус, тот вообще не мусульманин, убеждения должны быть, что это чуть ли там, все должны желать там погибнуть. Тот, кто не погиб там, он говорит, тот, кто там не погиб, это вообще есть сомнения, мусульманин или нет. И для нас это очень возмутительно, что он сам сидит в безопасности и людей туда отправляет гибнуть. Вот здесь вот такая же ситуация, только наоборот. Да, я, конечно, и физически не могу там оказаться никак, даже если бы я очень хотел это сделать, я бы не смог этого сделать. С одной стороны, вы можете сказать, ну это же оправдание, да, но я считаю, это не оправдание для того, чтобы делать какие-то призывы. Твои призывы не меньше половины дадут, чем сами призывающие. Нужна искра, нужен оратор, люди готовы, не знают, как действовать, спортсмены, вы что молчите. Я за то, чтобы вот этот оратор, если он есть лидер этого протеста, он должен быть там. Он должен сам рисковать своей шкурой, чтобы что-то возглавлять, чему-то призывать. Я, если бы я был там, вот я ставлю себя на место протестующих, если бы я был там, и кто-то, сидя за границей, меня бы к чему-то призывал или пытался возглавить этот протест, меня бы это очень сильно возмутило. Я бы послал его куда надо. Поэтому я не могу себе это позволить. Не понимаю тех, кто говорит, что Хабиб молчит, а ничего не говорит. Как он может что-то сказать, если он чуть ли не целовал руку Путина? Люди, не ждите от него ничего. Ну, знаете, тем не менее, это же не мешает ему в какой-то момент исправиться, раскаяться за то, что он делал. То есть эти двери, они же не закрыты. Давайте все-таки сами призывы в их сторону от людей, которые их смотрят за них, за него, может, болели и так далее. Я думаю, они не мешают. Сейчас на самом деле очень полезно было бы, если бы они высказались. Не бегите раньше поезды, говорят, может Хабиб еще себя покажет, а пока что ждем. Но будем надеяться, будем надеяться. Если он так сделает, то мы будем только рады. Сегодня пришло письмо не от генералов российских, а от кадыровцев, которые изражаются на фронте в Украине. Немного предыстории. Есть у нас такой чувак, некий потомок имама Кавказа, шейха Мансура. Он сам себя называет таковым. Вот этот человек, и по совместительству он еще занимает должность префекта шейха Мансуровского района, города Грозного. То есть район назван в честь его предка, якобы его предка. Вопрос потомства и так далее. Я его сейчас отодвину в сторону. Вот видите, зовут этого человека Магомед Ехьяев. И понятно, что его потомственность, это вообще вопрос крайне сомнительный и очень легко опровергаемый. Но сейчас речь не об этом. Давайте просто примем это как факт. Так вот, сражающиеся на территории Украины кадыровцы пишут. А этот человек в этом видео, которое я в звук просто не пустил, но вы понимаете, о чем он может сейчас говорить и к чему он может призывать. Разумеется, он призывает к тому, чтобы отправлялись гибнуть в Украину, поддерживает линию партии, называет это священной войной и так далее. И вот, видимо, увидев этого человека, его обращение, увидев там в Украине на войне, кадыровцы решили, значит, написать ему, но спикером для донесения своей мысли они выбрали меня. Видимо, не знают его контакты, поэтому решили, чтобы я ему это передал. Я, собственно, передаю. Итак, пишут. Магомед Яхьяев, ты символ, ты потомок великого воина шейха Мансура, ты кинжал Рамзана. Мы, твои однотейповцы, Элистаншхо, шейх Мансур был из тейпа Элистаншхо, чеченского тейпа Элистаншхо. Видимо, пишущие это, это его однотейповцы, которые сражаются сегодня в Украине за русский мир. Мы, твои однотейповцы Элистаншхо, которые уже являемся российскими военнослужащими, обращаемся к тебе и просим тебя оставить должность префекта шейха Мансуровского района и выйти на путь Газавата, на пути Ахмата. В ближайшие дни объявить себя командующим элистанжинским батальоном и вместе с нами отправиться на передовую в Украине. Нам будет за честь воевать с тобой плечом к плечу с этими нациками. С украинской стороны есть батальон имени шейха Мансура. Мы же во главе с тобой показали бы им, какой должен быть батальон имени этого великого полководца. По скриптам, Магомед, мы в тебе и в твоем брате не сомневаемся. Видимо, у него еще есть брат. Наверное, его тоже, скорее всего, ждут на фронте и хотят, чтобы вы вместе возглавили эту священную, с вашей точки зрения, войну. Этот Газават, который объявлен Рамзаном Кадыровым, его Муфтиятм и так далее. В общем, я передаю эту информацию и присоединяюсь, наверное, к этому их призыву. Я хоть и противник этой войны, и, разумеется, я выступаю всячески против этой мобилизации, пытаюсь хоть как-то спасти тех, кто будет насильно туда отправлен. Но в то же время я являюсь таким ярым сторонником того, чтобы всех желающих туда отправили. Вот я бы очень хотел, чтобы вас, тех, кто призывают на эту войну, тех, кто сами заявляли о себе, что вы являетесь резервом, что вы хотите, я вот сторонник того, чтобы вас туда отправили. Я хочу, чтобы вы там на поле боя показали, как нужно воевать. Чтобы вы там либо погибли, либо вернулись оттуда инвалидами. Я вот очень вам этого желаю. Поэтому вот этот вот Яхьяев, Чингиз Ахмадов, ЧГТРК грязный директор, который тоже всячески выявлял вот это свое желание туда поехать. Говорил, как только появится возможность, я буду первым. Тебя вот этого Ахмеда Дудаева с майкой, я резерв, который сидел. Этого танцора Шахбиева, который выплясал вот это. Я там резерв. Вот этого чувака. Чтобы всех вас во главе с Кадыровым, я очень желаю того, чтобы вы отправились на этот фронт. Покажите нам всем, всему этому миру, покажите, как надо воевать. А мы хотим понаблюдать за тем, как хаймарсы и украинские ЗСУ будут вас разносить в пух и прах. Пожалуйста, отправьтесь туда. Я хочу еще одну актуальную тему поговорить. Огромное количество людей сейчас пытается выбраться за границу из России. Разумеется, для нас, для кавказцев, ближайшей за границей является Грузия. Это та за границей, куда добраться нам быстрее всего. Пересечь эту границу нам быстрее всего по времени. Меньше всего нам нужно преодолеть различных проверок, постов на территории самой России, чтобы добраться до этой границы. И, конечно же, все у нас ломанулись именно туда. И вот в этот момент, когда для нас это очень важно и нам нужна эта возможность пересечь грузинскую границу, к сожалению, грузинские власти для нас ее закрыли. Неофициально, хотя уже можно сказать, что это вполне неофициально. Там вот так вот, прямо вот можно сказать, 100% северо-кавказцев разворачивают. Кищенцы, дагестанцы, ингуши, просто разворот. Вот прописка там, внешние данные. Короче, сразу не пускают в Грузию. Это, конечно же, создает огромные риски для нас, потому что другая, ближайшая за границей для нас, это Казахстан. Но, чтобы добраться до Казахстана, нам нужно уже по самой территории России пересечь несколько межрегиональных таких стационарных постов, где досконально тебя будут проверять. А это значит, что тебя на любом из этих постов, тебя прямо там и мобилизуют. Прямо оттуда тебя и отправят в Украину воевать, понимаете? То есть, насколько это рискованно. И вот, к сожалению, я не знаю, чем руководствуется грузинская власть. Это ни в коем случае не относится к грузинскому народу. Я 100% уверен, что пересеки любой Северного Кавказа, пересеки эту границу каким-то там нелегальным путем, доберись до ближайшего грузинского населенного пункта. Там грузины сделают все возможное, чтобы тебя обратно не вернули. Там тебе проявят всю теплоту этого гостеприимства кавказского, ты там на себе ощутишь. Но вот грузинская власть сегодняшняя, к сожалению, себя ведет абсолютно недружелюбно по отношению к нам. А наоборот даже дружелюбно по отношению к путинской России, я имею в виду к режиму, более дружелюбно себя ведут. Но внутри политическая ситуация, это не наше дело, грузины сами между собой разберутся. Мы же, к сожалению, вынуждены просто констатировать, что вот такой факт имеется. Так вот, туда мы не можем, пока мы доберемся до Казахстана, нас там раз 7-8 уже мобилизуют и отправят. И вот мы оказались в такой тяжелой ситуации, когда в России всем плохо, нам еще хуже. И я сегодня, это наткнуло меня на мысль, что мы вот настолько мы ущемленный народ, что когда России хорошо, когда у нее рассвет, нам плохо. Не бывает так, чтобы в России было хорошо и нам хорошо, такого не бывает. Если Россия становится сильной, то она по-любому отрывается на нас. Нам хуже. То есть вот это вот укрепление этой страны, для нас это катастрофа. Но парадокс в том, что когда она ослабевает и когда ей плохо, нам все равно плохо. Не бывает так, что нам от этого хорошо. Мы по-любому, при любом раскладе мы страдаем. Вот даже вот в этой ситуации, когда вроде как у них проблемы сегодня, санкции введены, россияне стали изгоями во всем этом мире, нам от этого ничем лучше не стало, только хуже. Для нас закрылась Грузия, остальные-то тоже для нас и так были всегда закрыты. Даже когда для россиян они были открыты, это Европа, США, Канада, любые страны для россиян были открыты. Визы, пожалуйста, упрощенная форма. Но мы-то с вами знаем, урожение Северного Кавказа, если чеченец, то тем более, до свидания. Какая виза-то еще? Понимаете, для нас она и так была закрыта. И теперь, когда вроде весь мир закрылся от России и кажется, что логически для нас он должен теперь открыться, мы исторические враги этой России, мы враждовались с ней тогда, когда вы все дружили. Мы вам всем говорили, что это империалистическая страна, что это фашистская страна, что Путин, которого вы считали демократом, либералом, хорошим парнем, уничтожающим международный терроризм на Северном Кавказе. Мы вам говорили, что нет, что нет никакого терроризма международного, что это борьба с народом, что этот человек завтра, он сегодня с нами разберется, завтра перейдет в наступление. И вот все так, как мы говорили, так и произошло. 2008 год Грузия, 2014 год Украина, сейчас уже угроза всему миру от России исходит. И вроде как казалось бы, сейчас должно произойти, а они же нам говорили, они вот всегда, они с ней враждовали, когда мы с ней дружили. Теперь мы должны сделать правильные выводы, открыться для них, закрыться для тех, но нет, для нас как было все закрыто, так и остается, еще более закрывается для нас. Поэтому, ну у нас с вами такая участь, друзья, к сожалению, нам придется с этим просто смириться, сказать, что да, окей, и жить как-то дальше. Я не знаю, каких-то советов в этой ситуации нет, кроме совета на местах, делайте все возможное, чтобы не попадаться к ним в руки. Если к вам пришла повестка, ни в коем случае не ходите в военкомат. Если вы получили эту повестку надлежащим образом, ее подписал, чуть ли военкомат лично, военком лично вам ее вручил под роспись, и вы прям на ней расписались. Даже в этом случае не ходите по этой повестке в военкомат. Вас, скорее всего, прям там упакуют и отправят. За неявку в военкомат нет никакой уголовной ответственности, административной, 3000 штрафов, по-моему, за это. Это вообще не страшно, поэтому не ходите, ни в коем случае. Есть еще один там маневр, чисто, я хоть вам сейчас это и говорю, я понимаю, что это абсолютно беспредельная страна, никакие там правовые методики не работают, но все же какие-то причины создавать, то, что мы можем, хотя бы это давайте будем делать. Пришла к вам заявка, подайте, пришла к вам повестка, вы подайте заявку на гражданскую службу. Есть там такая лазейка, когда ты по каким-то причинам, личной неприязни к войне и так далее, ты говоришь, не могу участвовать в боевых действиях, пожалуйста, забейте мне это на гражданскую службу. Вот такую тему делаете. Ни в коем случае не ходите в военкомат, скрывайтесь. Не ходите в какие-то государственные учреждения. Сейчас вот не пытайтесь делать загранпаспорта, это не лучшее время. Не ходите, паспортные столы, всякие там РОБД, любые государственные учреждения, там вас могут упаковать. Не ходите, есть достоверные свидетельства о том, что люди пришли делать, получать заграничные паспорта или подавать на них там документы, они заходят и больше не выходят, потому что их там пакуют, через задний вход куда-то сажают какие-то машины и все увозят. И люди потом оказываются в Украине. Поэтому сейчас максимально куда-нибудь притаитесь, залежьте на дно. Так как добираться до каких-то границ это сейчас гораздо более опаснее, поэтому мне кажется сейчас лучший именно выход это залечь на дно. Те, кто имеют призывные возраста. Те же, кто будет выходить на какие-то акции и протесты, всем сердцем и душой поддерживаю этих людей, надеюсь, что это вызовет какой-то массовый эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok